Дорогих гостей, прибывших в нашу столицу, принять своим голубым ходатым символом мечты, синего и мирного нашего неба. В Улан-Удэ прибыла делегация из Маньчжурии. Цель встречи – укрепление дружеских отношений и подписание меморандума о дальнейшем сотрудничестве. Уже установлены побратимские связи с семью городами. Маньчжурия, Кухато, Холомбуир, Риань, Чанчунь, Ланьчжоу и Уланчап. Но, конечно, самый близкий, самый родной для нас – это Маньчжурия. И я рад, что дружба между нашими городами крепнет из года в год. Чтобы укрепить связи между двумя городами и странами в целом, китайская сторона выдвинула несколько важных экономических предложений. Одно из главных – это торговля импортными автомобилями. Мы предлагаем развивать экспорт импортных, поддержанных автомобилей. У Маньчжурии есть уникальное геополитическое преимущество – совершенная инфраструктура. Это важный собирательно-распределительный центр экспортных, поддержанных автомобилей. Мы надеемся, что в дальнейшем сможем разработать новую модель китайско-российского торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, китайская сторона заинтересована в сельскохозяйственном потенциале Бурятии. Для справки, торговля с Россией занимает более 90% внешнего торгового оборота Маньчжурии. Наши друзья из Поднебесной хотят использовать свои продвинутые логистические возможности, чтобы закупать у нас мясо, животных и зерновые культуры. А сегодня мы подписываем меморандум о дружественном обмене и сотрудничестве между городами Улан-Удэ и Маньчжурия. И этот документ, по своей суде, определяет дальнейшую стратегию совместных действий и затрагивает все основные сферы жизнедеятельности наших городов. Маньчжурия – это первый город-побратим Улан-Удэ. Напомню, в этом году исполнилось 75 лет русско-китайским дипломатическим отношениям. Александр Зуев, Александр Семенов, телекомпания АТВ.